Всем привет, дамы и господа, с вами Корестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Warhammer 40 000 Sanktus Reach. У нас новое задание. Стычка и слотные леса. Стараюсь выполнить оба за этот эпизод. Силы космических волков удерживают позицию на западе, орки будут атаковать с востока. Задачей обеих сторон является контроль наибольшего количества контрольных точек, когда есть счет лимит ходов. Ну, я так понимаю, орки теперь атакуют, мы обороняемся, и нам надо защитить будут наши контрольные точки. Выбираем составы на эту миссию. Стая сверхоохотников с мельтаганами. Терминатор волчьей гвардии. Можно его тоже взять, в принципе. Забираем. Потом я беру, естественно, болтера. Это без вопросов не обсуждается. Второго командира мне, я думаю, по сути, не надо, если только останутся дополнительные очки. Так, не хватает. Огнеметчики мне особо не нужны. Ну, можно взять отряд стремительных гогтей. Вот так у нас получается ноль. Два командира. Есть мельтаганы, есть болтеры. Будем разбираться вот таким вот составом. У нас имеется три точки. У нас имеется три точки. И нам надо их задефить. Так, будем распределять войска. Ну, вот у двух точек надо сконцентрировать максимальное количество. Да, построимся линейно. Там поглядим, как оно будет. Не знаю, как орки вообще сейчас пойдут. И главное, откуда они пойдут. Вот здесь вот зажиматься тоже опасно. За этим деревом мы толком отстреляться не сможем ни по одному из направлений. Поэтому лучше туда не вставать. Продержаться надо восемь ходов. Мельту ставить на передовую опасно, наверное. Что остались еще? Входники с болтерами. Ну что, давайте начнем. Посмотрим, чем орки ответят. Так, вот они побежали. Слушай, там где-то техника у них. Катаются их баги. И уже сейчас будут стрелять, наверное. А нет, стрелять не стали. Только выдвинулись на позицию. Теперь надо их уничтожить. Я вообще планирую закончить еще до того, как они доберутся до точек. 60%. Я планирую их уничтожить до того, как исчерпается лимит ходов. Он был, в принципе, и в предыдущих первых миссиях. А вот сейчас-то мы им валяем. Там у меня была ознакомительная игра. Здесь уже будет все знакомо. Ну, я не скажу, что просто, но знакомо. Найдем сюда. 70% попадания. Мы должны сейчас снять целый отряд. Минус парни. Теперь меня интересуют их... Так, здесь у нас парни и... Еще парни. Меня интересуют их боевые баги. Если мы сюда проходим, по нам отстреливаются. И плюс здесь еще и штурмовики. Довольно опасная ситуация. Ну, можно поставить сюда командира терминатора. Он, наверное, лучше заткнет эту дыру. Я не достаю. Мельтой подходить надо ближе. Неплохо они задефились, вообще-то. У них два боевых баги. Кстати, я читал по поводу этой игры. Здесь каждый раз контрольные точки, расположение локации, деревья, всякой фигни, оно рандомное. И войска, которые вам противостоят, они каждый раз разные. Здесь не подберешь конкретно тактики на бой. То есть всегда приходится рисковать. Ну, я, наверное, все-таки перемещу командира терминатора. Сколько у тебя хп-то? 240. Немного. Просто если сейчас баги выстрелит... У меня снимут целую кучу. Офигеть! Вот это сняло. Ответный выстрел. Командира лучше сэкономлю. Ну и по поводу мельты. Вот теперь мы можем продвинуться и снести нахрен этот баги. Стреливаю, да. Достаю 80%. Ой, что-то они прокосили. Надеюсь, достанут. Есть. Сносим. Теперь вся проблема заключается в штурмовиках. Они пойдут атаковать вот эти вот войска, а тут уже не отойти. Здесь не подойти. Ладно, значит, поставим их вот так. Командира поставим вот сюда. Я думаю, это не все, что у них, естественно, есть. Здесь есть ли смысл продвигаться или нет, я пока не уверен. Мы можем продвинуться вот сюда вот за укрытие. Стать рядом командиром прикрыть. Вот один товарищ в комментах писал по поводу того, что графика в игре хуже, чем на Денди. Причем это был не сарказм, это была его глубочайшая уверенность. Ну, что я могу сказать. По всей видимости, школьник, который не видел, что такое Денди, слышал, что такая приставка где-то была, и думает, что там графика типа PS2. Какая нахрен Денди? Здесь графика лучше, чем в Soulstormе на Ultimate Pocalips в разы. Если бы такой графон был бы в третьей части Дола, я имею в виду по... Детализация юнитов, да и вообще вот по цветовой гамме я бы был не против. При тех масштабах, которые нам обещали. Естественно, там анимации должно быть больше, там выстрелы сочнее, но сама детализация, она очень-очень неплохая. Для стратегии это не экшн. И при том войск, здесь можно будет дальше набирать... Большие армии. Ну чё? Давайте сделаем ход, я ни до кого больше не достаю. Смотрим, кто у них ещё имеется. Ну, штурмовики уже полетели, понятно, что они умеют. Так, во них стреляют, но они сейчас нанесут удар. Мель-то не попали. Так, отходят. Блин, они дальше идут. И сносят одного из наших братьев. Ну, это небольшая потеря, они сейчас потеряют весь отряд. Так, это тоже плохо. И это плохо. И бегут у них парни. Зараза. Вот это было плохо. Было очень плохо. Тем не менее, два отряда этих надо выпилить. И у него ещё и стреляльщики бегут. Вообще печаль, тоска. Уйти они отсюда не должны. Такого расстояния, ни хрена сейчас не выстрелю. 40% попадания. Есть. Тем не менее, попали. Мне не отойти, придётся стрелять. Плохо. И этим тоже не отойти. Давайте попробуем всё-таки командиром-терминатором их снять. 40%. Так, 100. Морозный меч. С-1. Ну и тут гарантированно мы его убиваем. Без всяких там... Но и если. Дальше. Теперь с ними делать-то. Теперь мы можем отойти и выстрелить по вот пацанам. 100%. Метническое попадание. Самое хреновое, что нам... С вами не увести. Мельдоганы. Хотя бы такой выстрел. Уже хорошо. Сможем выстрелить. И не отойти. Они нас зажали очень неудачно. 20%. Так, 85 мечами. 85. Ой-ой-ой. Совсем ситуэйшн мне не нравится. Вы-то хоть можете оторваться? Нет, они тоже не могут оторваться. Они все здесь застряли из-за этого тупого орачья. 20%. Ну, будем бить цепными мечами. С 20% шанса никакого нету там стрелять. Вы как-то с них мало понимаете. Остается один пацан. Много он здесь не сделает. А вот Мельдогану, по-моему, трындец сейчас будет. Но он отдаст свою жизнь за Императора. Пока этот отряд отсоединится. Потом мы его легко расстреляем. Так, секунду. А, нет, у меня патронов здесь нет. У этого отряда, к сожалению, не достану. Ну что? Здесь вроде бы никого нет. Поэтому мы можем смещаться и заходить им с тыла. Окружаем их. Достану, не достану. Достану, кстати. 60% шанс на попадание. Стреляльщикам 17 хп. 60. Ну, нормально. Вот все их силы, которые остались. Но сил достаточно много. То есть, стреляльщики два отряда. Еще здесь эти нубы есть. Тут еще недобиток. И плюс вартрак. Вот этот вот баги. Мы должны победить все равно. Хотя вот эти вот уроды, которые с нами сблизились, это был неприятный сюрприз. Делаем ход. Сейчас убьют мельтагониста. Так. Дальше. Дальше они получают. 35 хп. Стрелки отходят. Сейчас будут стрелять. Стреляют командиру. 5 хп. Попадают еще и по отряду наших вопров. 53 и 15. Солидно. Они решили нашего командора убить. 13 хп. И эти стреляльщики могут тоже достать. Но тем не менее не достали. Сколько там у них хп-то осталось? Меньше половины сняли. В принципе терпимо. Дальше ему не пройти, поэтому лучше отойти в кавер. Куда-нибудь подальше. Поближе вот к этим войскам. Итак. Что мы тут с вами имеем? Что мы тут с вами имеем? Нам надо разобраться вот с этим вот рачем, чтобы оно уже никуда не свалило. 30 процентов шанса попадания. Да что ж такое-то? 80 процентов. Есть. 112 сняли. Хорошо. Отлично. И просто красиво. За одну обойму они снимают все. Теперь. Тут у нас стреляльщики, стреляльщики. Это поджигалы. Они все сфокусируются на одном фланге. Шанс пострелять им с задницы. Осталось еще 5 ходов. Мы их за 5 ходов успеваем уничтожить всех. Холм. Учить максимальный опыт. Чуть-чуть не хватило. 5 хп осталось. Это обидно. Я думаю, что мы достанем по нему. Хотя вартрак, может быть, будет загораживать этот баги. Грузовик. 35 процентов шанс. Здесь все-таки попали. Все-таки попадание состоялось. 45 процентов. И критическое. 82 хп. Прикольно. 55. Хорошо. И может сейчас снять. Да. И снимает наш командор терминатор. Отряд огнеметчиков. Встаем. На 40 процентов шанс на попадание. Здесь 25. Еще меньше. Будем стрелять отсюда. Но барубаки. Довольно опасно. Опять они могут сблизиться. У них осталось 3 отряда всего лишь. Против наших. Вот тех, которые мы с вами сейчас видим. Сюда мы вообще не попадаем. Я думаю, стоит немного отойти. Вот сюда вот. И с большого расстояния. Так, стоп. Мы и не достаем, что ли, по ним? Да, с этой клетки мы, кстати, и не достаем. Попробовать отойти, значит, вот так. И расстрелять их в упор. Хп дохренища. Все, конечно, не снять. Но, тем не менее. Что-то получилось. Пускай под перекрестным огнем стоят. Здесь мы до них никак не достаем. Ну, в принципе, вроде бы и все. Делаем ход. Сейчас добьем. Вот они бегут сражаться. А получают сразу. Дальше бегут. Бьют и довольно больно бьют. 68 хп. 75 хп. 20. Минус 2. Хотя особо большого урона, я думаю, не нанесут по технике. Хотя, хрен знает. Они даже стрелять не следуют. Так, теперь у нас тут проблема. Они приклеились к нам, как в банный лист, к жопе. Почему я не могу тут стрелять? Что-то не понял. Сталис, зараза, нехорошо. Ну и что, и все мимо, что ли? Болтер не взвелся. Раз. Теперь по кому они будут бить вопрос? Вы косые. Ну ладно. Снимаем вот этих парней. Критическое попадание. Осталось 4 хода. Стреляльщик надо снять. Прямо сейчас. Есть. И у нас еще есть возможность выстрелить по броневичку. Плохо. И вы посмотрите, с одной обоймы они его сносят. И остается, по сути, у них всего один отряд. Но можно поддать. Стальные войска. А тут мы гоним просто с неимоверной скоростью, с максимальной, какая у нас только возможно. Спасать наших братьев, но один отряд там не выживет. Не идеально получилось, но тем не менее, это война. Кого-то поддаешь, кого-то убиваешь. Да, нехорошо задефили за деревьями. Тут хер к ним подберешься на чем. Так, бьют они по этому отряду и его убивают. Гоняют. А, нет, по командиру бьют. Значит, он выживет даже так. Ну вот, значит, орк провтыкал. Провтыкал свой шанс. Не зря я сюда командира подвел. Чуть его упор расстреливаем. 100% шанс попадания. Немного. Есть. И командир добивает его топором. Все, это победа. За три хода до конца. Мы даже не дефим точки, побеждаем, просто уничтожая всех противников. Ну что ж, потеряли один отряд эльтаганов и уничтожили 10 их отрядов. Пехота 7 отрядов, бухгстерая атака 3. Транспорта почему-то нет, хотя мы уничтожили 2, но, видать, не считается. Это баги за транспорт. Ну, переходим к второй миссии. Стычка кислотная леса. Так, все довольно просто. Силы орков удерживают позиции на востоке. Космические волки будут атаковать с запада. Сдача обеих сторон является контрольной большего числа точек, пока не стечет лимит ходов. Но тут говорили, что в комментариях игра очень близка к настолке. Там также ходят ходы, даже какая-то операция, похоже, которая была у космических волков против орков вот на данной планете. Так что тут все по канонам. Вроде бы как. Хотя я, честно говоря, затрудняюсь ответить, да мне без разницы. Мне сама игра нравится, просто сам процесс планирования вот этого просчитывания ходов, как в тех же, не знаю, там, шашках, шахматах наперед. Ух ты, нифига себе, это что такое за чувак? Ты кто такой? Волчий жрец Фьорлак. Это, наверное, вместо командира терминатора, потому что он уже второго ранга, я его вообще первое свяжу. Ну, оп. Давайте берем мельтоганов, самых опытных. Затем. Че в тебе хорошего-то такого? Что у тебя есть? Целебный бальзам. Каждый человек в подразделении устанавливает 50 очков жизни. Волчий амулет. Вероятность игнорирует урон от оружия дальнего боя 15%. Генератор мощного психического поля. Дух волка. Волчий жрец внушает мужество и заживляет раны в области вокруг себя. Все подразделения в радиусе двух клеток устанавливают 50 единственного боевого духа и каждый человек в отряде устанавливает 50. Ну, блин, нормальный чувак. Я его, пожалуй, возьму. 200 очков он своих, я думаю, стоит. Забираем. Стремительные когти наши. Самые опытные беру. Вот. Забираем, естественно, болтера. Без них никуда. Беру всех на весь лимит. Дешевые достаточно и эффективные. Второго командира. Я не знаю, брать, не брать. Что у тебя есть? Жерель из волчьих зубов. 20 урона в рукопашной атаке к боевому навыку. Волчий штандарт. Дает способность платиться. Ну и гранаты. В целом, неплохой командир. А, ну у меня осталось... Стоп. Блин, он стоит 120. Чтобы взять на весь лимит, придется взять, значит... Вот этих вот чуваков. Хотя я, честно говоря, их... Не особо жалую. Но зато у нас все очки были потрачены в дело. Начинаем. Итак. Нам надо захватить максимальное количество контрольных точек. Их всего три. Значит, достаточно взять две. Но 8 ходов у нас есть. Но я предпочитаю другой вариант. Я предпочитаю вариант уничтожения противника полного. Фатального, фатального. Подойдем на клетку ближе. 60% шанс на успех. Чуть-то маловато. Попробуем еще ближе. Тут у нас стреляльщики. 60%. 70% по баге. Блин, практически не прошел урон. Попробуем мельтаганами. А они не достанут. Слишком далеко. Они все равно не достанут, если я даже подойду ближе. Поэтому смысла нет. Они на четыре клетки стреляют. Ну, будем сближаться. Пока из кавера попалим. Да что ж вы их нихера не дамажите. Тогда будем стрелять по вот этим. Бывает, что пробивают и болтерами по технике. Но неплохо. 60%. Два крита есть. Стрелялись отвратно. И есть у них еще и вертолет. Довольно опасный. Довольно опасный парень. Стреляем. А, да. Мы не достаем. Только, значит, вот поэтому если. Есть. Кстати, неплохо. Попали вторым выстрелом. Могут его и уничтожить. Стреляли, стреляли. А нифига не попали. И тут не достаем. С другого фланга. С другого фланга мы низги не видим. Поэтому пока просто продвигаемся вперед. И вот он наш командир. Жрец. Волчий жрец. Фьерлак. Ну, неплохой, на мой взгляд. Совсем неплохой. Юнит. Как выполненная моделька. Те, кто не видит здесь графику, ну, я рекомендую вам к окулисту обратиться. У вас какие-то явные проблемы. Что ж. Давайте двигаемся дальше. Нифина не вижу. Пока ничего. Спереди аорков слишком мало. У них верняком тут кто-то есть. Эти точки кто-то дефает. Ведем в линию. Успеется все это замочить. Главное не торопиться. Спешишь людей, насмешишь. А вы давайте сюда. Посмотрим их ответ. Ну, будет стрелять сейчас точно у них. Блин. Еще стреляльщики. Сейчас точно будет стрелять вертолет. Скорее всего эти отстреляются. Эти отстреляются. И могут наши мотоциклы соснуть. А, нет. Стреляльщики убежали. Другой фланг. Стреляют эти. 13 какой? Немного. 12. Немного. Можно сказать, легко отделались. Так. Нет. С огнеметом, по-моему, ноба выжигала. Ноба даже. Необычно его. Вот теперь надо сносить. Нахрен. А вот эту вот штуку. Обязательно. А мы не достаем. Это плохо. Ближе на одну клетку подойти. Что ж такое? Сопля какая-то осталась. Сняли. Но израсходовали свой лимит выстрелов. И отъезжаем назад, освобождая место для других. Продвинуться, походу, не могут дальше. Окей. Меня он беспокоит вертолет. Довольно опасный. Тоже хреновина. Ближе не подходим. Этот отряд надо вынести. Если не вынесем, будет проблема. Так. Первые отстрелялись. Должны. Сносят нормально. Нормас. И теперь мы можем продвинуться сюда и пострелять по их вертолету. И у него будет больше целей для сноса. 60%. 60%. Хорошо. 50 хп. 65 хп, но у него еще довольно много их осталось. Здесь все отстрелялись. Пробуем подойти поближе к этим выжигалам. Я не могу отсюда стрелять. Дерево что-то загораживало, да, скорее всего. 300. Так, 360 хп у них. Ну, неплохо попали, но недостаточно хорошо. Так-с. Да, тут все перегорожено. Деревья у меня не заняли удачную позицию. Тем не менее, один выстрел-то я еще сделаю. А, нет. Не сделаю. Потому что... Потому что недостает. Наш пол-пистолет для них. Блин, а у них тут шаман есть. У них есть шаман тоже. Два... Псайкера. Псайкера. Раз. Псайкера. Гоп. Ну, ладно. Вроде все. Делаем ход. Посмотрим, чем отвесит. Вот еще прибежали. Он чем-то там их усиливает. То ли он там греченов нас создавал. Ух ты, хорошо, как вертолет-то сбили мельтоганы. Он пытался куда-то пролететь, и его на ходе как раз зацепили. Это была дичайшая ошибка. А, кстати, шаман создавал греченов халявных. Все. Все. У нас остается, кстати, шесть ходов. Шесть ходов, а ни одна точка еще пока не занята. Такс. Окей. Проезжаем сюда. Довольно сложный рельеф на карте. Я бы сказал. Что-то как-то не очень. По всем попали, но в итоге так и не вынесли. Мельтоган. Сложно вам будет стрелять, ребята, но... Че поделось. 80%. Что это было? Что это было за выстрел? 7 хп. Такс. Подходим сюда и будем напрямую их расстреливать. 80%. Блин, не снесем их сейчас. А, нет, снесли. Молодцом. Теперь греченая. У них шаман так может сейчас и фигачить в нас. Вот в чем проблема. И это все, что ты можешь? Это печально тогда. Ну, так и так. Минусо-ноба только одного. Я думаю, сейчас его и так снимем. Надо продвигаться активнее. Значит, мы можем просто не успеть. Остается 6 ходов. Об этом надо помнить. Рельефы, я повторяю, довольно проблематично преодолеть. Много приходится оббегать. Снимаем этих греченов. Не очень получается их снять. 55%. Чего-то всего лишь на успех. 55%. Есть. Здесь все отстрелялись. Теперь перемещаем вот эти вот войска. Сейчас будем еще отстрелять. Так, вы думали, все уже отстреляли. Нет, не все. Все. Не очень попадание по парням. Ну, мы их окружаем. Одну точку мы сейчас заберем. Здесь мы уже почти их зажали. Остается не так много подразделений. Правда, я не знаю, сколько шаманов можно сдавать их. Может, там до бесконечности их спамят. Отличные попадания. И еще парни отхватывают. И еще отхватывают. И мы полностью сносим их отряд. Прекрасно. Так, гречен. Еще гречены бегут. Они нам просто перекрывают путь, чтобы мы не могли пройти. Офигеть. Он там еще что-то наколдовал. Вот это жопа. Вы поглядите, сколько там еще войск осталось. Я уже думал, там практически ничего и нет. Шамана надо убить в кратчайшие сроки. Такс. Значит, бежим сюда. Командиры опасно подставлять, но рискнул. Иначе он тут так и будет спамить. Тихо, тихо, тихо. Никому что-то заживлять не надо. Сейчас будем его калашматить кулаком. Ух ты. Что, я типа все? Ошеломлен? Больше ничего? Ну, слушайте, это вообще печаль. Ладно. Теперь надо снять этих стрелячих пацанов. Значит, стрелячие пацаны нам тут сейчас наделают делов. Пять ходов осталось. Не забываем в этом кулаке. Забыл. Хорошо сняли. Не очень хорошо сняли. Сейчас мы это дерьмецо расстреляем. До свидания. Еще можем продвинуться немного. Шаман-то мы окружаем. Командир наш там его, в принципе, подзажал, я думаю, достаточно неплохо. Попробуем вот сюда вот переместиться и снести этих поджигал. Сто процентов шанс на успех. Прекрасно. И теперь... Ага. Теперь фиг вам. Дальше здесь уже не попасть. Там мешает дерево. Ну, мы можем попробовать вот отсюда вот снять этих греченов. Тоже не получится. Давайте отсюда. Они сейчас отстреляются. Что они с нас снимут? Пару хп. Пять хп. Исти весь отряд у них нахрен сносим. Сил у них осталось. Раз-два и обчелся. Так, а как мне к этой точке-то проехать? Хер знает. Здесь не пройти. Тут вообще чем-то все загорожено. Вообще печально. Тогда придется объезжать с другой стороны. Но я знаю, как обойти. Все равно тут мы сможем протиснуться. Да их никого не осталось. Осталось всего у них три отряда. Два отряда. И все. Шаман и эти стреляльщики. За пять подходов мы их разнесем. Я уверен. Если он сейчас опять не нас спамит. Стрелялись. Еще раз бьют. Стреливают, не командируют. Хорошо. Появляется третий отряд и гречи. Ну, собственно говоря, и все. Так, а он подавил нам, кстати, какими-то своими шаманскими выкрутасами, значит, волю. И мы ничего не можем с вами применять один ход. Окей. Так, вот пять процентов шансов на успех. Своего же командира бы не попасть. Ну, ладно, мы его в жопу настреляли. Надо бы снять добрецо. Теперь у него гречина. Ну, а теперь эти вот стреляльщики. Самая удачная позиция, я бы сказал. Давайте вот что сделаем. Как я с ними. Не смогу потом... А, нет, смогу подстреляться. Ну, в любом случае, я захожу сюда. Так, какой шанс? 60 процентов. Там с 45-ю было вообще проблематично. По ним какой-то урон. И мы проходим дальше. Я сейчас их все равно вынесу. Так. Вроде сдохли. Да, весь отряд аннигилирован. Аннигилирован. Идем вот сюда и стреляем по их шаману. На точки внимания не обращаем. Главное, по командиру мне попасть. 95 процентов шансов на успех. Так. Эх, ты ж почти. Почти, ребята и девчата, мы справились. Но у нас еще есть шанс сделать один выстрел. Да, и мы его добиваем. До свидания. Стох и это победа. Или нет? А, вон у них кто еще есть. У них еще есть стреляльщики. И, кстати, они с другой стороны. И довольно нехилл спрятались. Рано обрадовались. Четыре хода, в принципе, еще есть. Надо их достать. Но, тем не менее, на точке-то я встану. На всякий пожарный. Но мало ли чего. Делаем ход. Но они сами к нам бегут. Сами к нам бегут. И сами сейчас сдохнут. Такс. Такс. Походим сюда. Одна точка захвачена. Забираем вторую точку, чтобы не рисковать. Ну и все. Мы в любом случае победим. Теперь осталось только их убить. Никак не прострелишь. Будем просто продвигаться вперед. Окружать их всячески. Окружать и уничтожать. Назад решат вернуться. Мы им... О, мы, кстати, отсюда можем по ним выстрелить. Правда, шанс 20%, но тем не менее. Не один патрон. Нет, один попал. Одно хп сняли. О, критическое попадание. 45 хп снимаем. Все, окружили и делаем ход. Не бегут. Стреляют нам в задницу. Критическое попадание. 83 хп. Но это была их лебединая песня. Я отхвачу все точки. Так, минус. Минус их остается двое. Не выстрелить и отсюда хер знает. И отсюда тоже не выстрелить, но мы можем выстрелить вот отсюда. 100%. У нас успех и остоловисто... Так сказать, бэби. Пока. Такая вот кровавая победа. Давалось у нас еще три хода. Все точки захвачены. Все орки уничтожены. 14 подразделения. Не потеряли... По сути, ни одного. Не убили одного командира. Один элитный отряд быстрых. Два и десять. Пехотинцы. Получаем полторы тысячи. Счета. У нас есть одно задание. Полые холмы. Лэндспайдеры буря обнаружили в районе разрозненные отряды техники орков. Кром приказывает носорогам прорываться. Лэндспайдеры, мотоциклы, стремительные когти и вихри должны обеспечить защиту уязвимого транспорта. Ну, ладно. Значит, в следующий раз будет одна миссия. Я так предполагаю, она будет больше, чем вот эти вот предыдущие. Ее как раз и выполним. Еще осталось довольно много заданий, плюс вторая кампания. Ну, чем дальше, тем будет интереснее, сложнее. Там появятся терминаторы, титаны. Орков появятся еще более элитные отряды. И будет, я думаю, мясорубка знатная. Надеюсь, что данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На мой основной дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.